Завершились 33-е летние Олимпийские игры в Париже. Церемония открытия игр 26 июля вызвала множество споров из-за сцены, в которой многие увидели пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. За церемонию закрытия отвечал тот же художественный руководитель Тамаж Али, и многие ожидали от него новых скандальных сюрпризов. Александр Невзоров. Ну что можно сказать о церемонии закрытия Олимпиады, товарищи? Организаторы критику учли. Все было достойно, пристойно и до неприличия прилично, как на вечеринке в доме престарелых. Самым ужасным было то, что Том Круз ехал на мотоцикле без шлема, нарушая правила ПДД. Больше и придраться-то не к чему, даже ханжам. Елена Панфилова. Закрытие Олимпиады, как дискотека для спортсменов на стадионе, где они вот только вчера соревновались, очень-очень и очень годный формат. Чертовски одобряю. Випы перетопчутся. Равно, как и дрессировщики вылизанных шоу. Марина Ахмедова. Сейчас я смотрю на церемонию закрытия Олимпиады. Я отчетливо вижу, что это предупреждение человечеству. Вот что вас ждет. Светящийся человек падает на землю. Это воспроизведение старого сюжета с падением сатаны. Кто-то скажет, нет, ты бредишь, художник этого смысла не закладывал. Но даже если он не закладывал, это вылезло из его подсознания. А там, где упавший ходит в дыму, это что нам предвещает взрыв ядерных реакторов? Не Олимпиада, а дивалиада какая-то. Владимир Серебровский. Афиша церемонии закрытия Олимпиады немедленно оскорбила всех русских людей. Говорят, это Люциферушка собственной персоной падает. Игорь Мальцев. Нам обещали еще более крутое закрытие Олимпиады 2024, нежели открытие. Нас обманули. Хотя мы тут вообще ни при чем. Так мимо проходили. Сейчас все будут рассказывать про сатану, свалившегося с небес. Но и он оказался позолоченным Аполлоном, скучным и одиноким. Я не знаю, как публика, отвалившая за билеты бешеные деньги, выдержала всю эту тягомотину. Алексей Дурново. Была ли Олимпиада в Париже скандальной? Не более, чем любая другая. Сложно представить себе игры без скандала. Главное, чтобы на любой скандал находилось какое-то яркое, крутое событие. Их в Париже было невероятно много. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.